друзья я вас всех приветствую с вами игнат влог и сегодня у нас обзор на довольно новую по крайней мере для меня работу в ботили вере добишь доставки от вайлдберриса роликов конечно давненько не было до признаю но что с этим поделаешь расскажу в этом видео почему их не было но а пока будем идти до автобусной остановки чтобы заснять вам ролик о доставке поехали все я уже у остановки ждем наш автобус в район где я буду работать сегодня и пожалуй перейдем к тому моменту как же попасть в вы бы деливере очень просто регистрируйтесь в приложении вы бы деливере заполняйте анкетку туда берут только самозанятых вроде как и все после этого ждите одобрения вашей заявки и все после чего вам дается доступ как то так приложение также я вам сегодня покажу в этом ролике но это будет чуть позже а пока мы с вами будем ждать наш автобус да и пока я жду автобус решил все-таки вам уже рассказать почему же не было роликов полгода то есть последний ролик был по моему что ли в декабре что ли в январе а все потому что я начинал потихоньку готовиться к егэ досрочному чтобы тоже об этом выпустить ролик а по итогу ролик пока что не вышел но скорее всего он будет скоро опубликован я там расскажу полностью всю информацию о том как сдать досрочно единый государственный экзамен да но сегодня когда уже наступило лето у многих как у меня сессия только и не начинается ли уже играет вовсю поэтому в этот замечательный выходной день идем работать доставку адреса в принципе вот мы доехали уже то нужного мне района я уже взял первую доставочку посмотрим вообще каково это представлять поэтому вернусь к вам уже у пункта выдачи я а все заказе к мы забрали в принципе как это делать я вам примерно показал сейчас идем до адреса доставлять данный заказик в принципе из того что это все и происходит по району то носить довольно близко то бишь вон там у нас пункт выдачи а вот здесь у нас уже дом клиента в принципе тут только вот эту вот зеленую всю красоту надо обойти мы у клиента доставки написано с 10 до 12 доставить вот сейчас у нас по времени 1100 хорошо успеваем а так вот к сожалению я продал свою вторую камеру sony поэтому не смогу вам прям полностью читайте показать как же прям точно по пунктам принять доставку в пункте выдачи и так далее но ничего страшного сейчас достану человеку его заказик в принципе все я уже в лифте в доме у клиента с вот этим вот заказиком небольшим так что вроде бы все легко кажется по крайней мере на первый взгляд я конечно клиенту не позвонил это плохо и друзья в принципе все заказ отдал конечно случились необычные такие трудности с ним раз даже расскажу какие в общем то пришло их клиенту начинаю сканировать код и вводить его вручную а просто пишет ошибку я не знаю стоял у клиента минут наверное 10 с ним разбирались я писал в поддержку поддержка меня что-то игнорила особо в общем поддержки ставим большой жирный минус потому что вопросы они решают не очень хорошо по итогу клиент просто что-то там потыкал у себя в телефоне нашел какой-то другой qr-код чтобы заказ завершить и на удивление все сработало как бы заказ передан все хорошо почему это вот так не знаю но сейчас будем ехать за другого заказа который я постараюсь прямо сейчас найти это думаю рядом с моим лицом покажется картинка такого экрана моего телефона в общем покажется и там я буду искать заказе кида в общем в чем вообще плюс в алгоритм доставки по крайней мере служу только по первому заказу пока что то что ты можешь во первых выбрать сам где ты будешь доставлять то есть просто выбираешь доступный пвз где у тебя есть заказы наличие просто туда приходишь его забираешь и все везешь до клиента и клиент будет в этом районе потому что он же скорее всего заказывал к себе домой просто по каким-то причинам не может его забрать сам из четких минусов уже могу подтвердить неосведомленность клиентов потому что они не знают как эту доставку принимать это раз а 2 это то что клиенты не клиенты точнее поддержка работает крайне плохо к сожалению в общем вернусь к вам уже у пвз так я уже в другом районе на другой доставке набрал уже много позиций которых я буду доставлять много тех самых заказиков сейчас остается только дойти до пункта выдачи и удивиться насколько же я дырачок что набрал 3 заказа сразу решил взять но они здесь пишут что недалеко друг от друга должны находиться поэтому я очень надеюсь на то что по факту оно и будет находиться не очень далеко друг от друга погода уже летняя очень надеюсь других казусов не будет постараюсь вам как-нибудь записать видео из пункта выдачи как я это все получаю но посмотрим эта функция по крайней мере как мне известно могу честно говорю ошибаться но вроде как новая поэтому заказчики появляются довольно плавненько курьеров на всех пока что вроде особо не хватает потому что я слежу за приложением доставок в каких-то районах прям очень много где-то не очень в общем вернусь к вам уже у пункта выдачи так все я вот он и сейчас постараюсь вам показать все как это все происходит здравствуйте вы бы доставка в принципе как вы уже увидели я забрал в районе 12 позиций для трех людей самый большой заказ здесь я решил его отвезти отнести самым первым потому что не хочу мотаться очень далеко и с очень тяжелыми вещами поэтому вот эти вот восемь позиций сейчас будут мною доставлены а потом уже займемся двумя последними которые я бросил в рюкзак так что вернемся уже у клиента так в принципе мы уже пришли к клиенту его подъезду так что остается только нажать домофон и подниматься как-то так будем надеяться что нам откроет подъезд даже ничего говорить не пришлось и сейчас будем подниматься с вами на пятый этаж вот лифтик так вот здесь цифра 5 сейчас поставлю чтобы показать как вообще приходит именно в одну вручение так заказик мы доставили идем на следующий заказ который вы уже взяли он находится между прочим в этом же доме нам его только обойти надо с другой стороны и все и потом останется самый далекий заказик перед тем как мы будем брать еще один заказ так что в принципе за счет того что эта доставка буквально реально по району это ее очень большой плюс потому что ходить надо немного это уже радует потому что в той же самом яндексе затрачивается большое количество времени за очень маленькую сумму а здесь затрачивается маленькое количество времени за тоже довольно маленькую сумму но к счастью здесь из-за этого можно успеть доставить очень много заказов так сейчас посмотрим какой это подъезд это первый значит нам надо идти к концу этого дома в ту сторону да как же хорошо что я хотя бы разбираюсь примерно куда идти яндекс конечно мне тоже подсказывает яндекс карты но все же да в общем сейчас идут до клиента и вернусь к вам так я опять уже в подъезде открывается может другой лифт этаж у нас 5 поехали что сказать лишь конечно не очень хорошим состоянием ну да ладно думаю в этот раз уже не буду показывать полностью вручение как это все происходит так что ладно вернусь когда уже вручу этот заказ к вам так заказе готовы конечно пришлось объясняться с самим клиентом по телефону код мне назвали все передал все хорошо идем дальше сейчас даже просмотрел заказ последний который мне остался и удивился потому что заказали прям в тут же где находился тот самый пункт выдачи только там его обойти надо будет так что возвращаемся туда отдаем заказик и надеюсь получится взять еще парочку новеньких как то так посмотрел уже заказы по пути что могу сказать сейчас наверное доставил последний наш заказ даже крайне скажу так а потом наверное еще подоставляем потому что доставлять очень даже приятно скажу вам так потому что ну во первых деньги платят хорошие то есть по 150 200 рублей идти типа яндекс идей помню в периодически выгодить заказа когда ты 30 минут куда ты едешь там идешь за 150 рублей а тут типа буквально минут пять-десять пройти периодически ну вот реально даже в одном и том же доме или через дом заказ уже попадается за это тебе платят ну очень хорошие на мой взгляд деньги потому что я тут удивился потому что по тротуару поэтому машина да в общем на что зачем я остановился о том что даже я думаю неплохие деньги здесь платят поддержка конечно работает вообще отвратительно что поделать в общем вернемся уже у клиента все заказ доставил сейчас туда по вызову одну себе доставочку тут вообще было все просто на первом этаже меня мужчина взял ждал все хорошо свой заработок я скажу ближе к концу видео но пока могу сказать это доставка мне даже очень нравится потому что реально идти мало да и все равно ты ходишь но при этом ходишь по времени довольно небольшое количество а при этом получаешь типа ну за 10 минут по факту 100 рублей каких-нибудь ну типа 100 рублей это конечно наверное обидела уберется там 150 200 рублей может конечно кто-то ждет заработок 500 рублей в яндексе такой периодически иногда бывает но знаете термокурс значит не надо заказ ты убираешь сам они тебе его дают и как говорится если не возьмешь потеряешь приоритет так что довольно неплохая доставочка надеюсь вам ролики про вб доставку зайдут и я смогу снимать вам ее почаще потому что в принципе реально неплохо а вот я уже пришел в тот самый пункт вайлдбереса в котором я уже был сегодня так что заберу здесь заказ и потом кром вернусь в принципе все очевидно свой заказ я уже забрал светофор уже горит здесь конечно светофоры не очень хорошие что поделать зато доставочки здесь очень даже хорошее так что доставка вайлдбереса вообще классная тема в общем ладно пошел я дальше сейчас отнесу заказе и вернусь к вам в принципе все опять мы уже в квартире все очень быстро так этаж у нас 4 в общем сейчас вернусь опять так друзья я закончил на удивление скажу больше в этом районе доставок нету но есть одна конечно до 16 килограмм пишет я спасибо доставлять не хочу сейчас мужичок такой в принципе все там оказались приятными людьми конечно первый самый мой заказ мне не особо понравился из-за того что что-то там с приложением было не так ну вроде все хорошо а вот этот дядечка вот купил на свое две футболки бойцам сказал будет их им отправлять в общем молодец ну а я же в свою очередь сейчас скажу то что я за эти два часа или не два часа сколько это я наверно не два часа я даже наверное быстрее я только в один с чем-то начал заработал уже 600 чем-то рублей скрин прикреплю где-то здесь в общем сейчас я буду сидеть думать в какой районе поехать чтобы продолжить катать доставочки ждать здесь доставку следующую в общем то как то так в общем то посидел я и по куме и в итоге решил еду я скорее всего или в отрадное там сейчас заказов много или же или же поехать в сторону медведского там заказ 1 но в перспективе я думаю заказов там будет много поэтому сейчас пойдем с вами до остановки и уже там решим я так думаю едем ли мы до отрадного чтобы там покатать доставки или же едем все-таки медведского медведского ехать по времени чуть быстрее конечно но хоть там и в перспективе появится больше доставок это с одной стороны но с другой стороны все-таки может быть лучше реально там буквально минут на 10 наверно дольше ехать то отрадного на часах кстати сейчас у нас 1244 вот не знаю видно было не видно к сожалению сейчас съемка у нас будет происходить только в таком формате да поэтому то могу вам сказать привычные слова поехали а а и я и И мне так важно, что ты думаешь об этом Огонь подружится за всём Мы будем делать это вдвоём Не вспоминая о проблемах и запретах Солнечка в азар И вновь и стоп Небеса из других планет Все дедят нас Мне так хорошо с тобой Мечтать об этом Это нас вперёд Мы поем с тобой в облаках За главиной снежной зараз Нас накроет счастьем И тёплым ветром Мне было стыдно сделать шаг И побороть свой детский страх Но мы как два крыла Всегда должны быть рядом Я оттолкнусь от вкусных слов Освобожусь от тяжких боков Хочу, чтоб счастье стало нам с тобой наградой Солнечка в азар И вновь и звёзд Небеса из других планет Не видят нас Мне так хорошо с тобой Мечтать об этом Это нас вперёд Мы парим с тобой в облаках Как ловины снега и гора Нас накроет счастьем И тёплым ветром Так, я уже в отрадном Сейчас будем идти до Того самого пункта Выдачи Вайлдберрис Интересно, сколько за этот ролик Я вообще сказал Слово Вайлдберрис Интересно Отрад на это, если что, такой Тоже более-менее тихий райончик Москвы Поэтому Я думаю, здесь всё будет так же спокойно, как и В прошлых доставках Единственное, что меня смущает Это то, что Написано доставить до 12.00 А я заказ Только принял В... Ну, вот в час Может, чуть даже раньше Но всё же Уже после 12.00 Но я думаю, это ничего страшного Всё нормально Кстати говоря, я вижу тут Рядом тоже пункт Вайлдберрис Но Это не мой Мой Намного дальше Думаю, мы устали от этих частных переходов Поэтому Вернёмся уже Когда будем там Небольшое включение С места событий, как говорится Решил ещё Сказать то, что Вот здесь Буквально в этом районе Вон в одном из тех домов Я получал справку на права Не знаю, правда Зачем вам эта информация Ну да ладно Продолжим Так Я снова здесь Как оказалось Это выключение И включение было Очень даже быстрым Потому что Я уже почти дошёл Когордбериса Я его уже вижу Не знаю Тут Метров Пятьдесят Наверное До него Может быть Чуть больше Но Это факт Поэтому да Мне эта доставка нравится Вернусь к вам Опять Из пункта Выдачи В принципе всё Заказы забрал Их два Они овер маленькие Один вот В таком пакете Второй я закинул К себе В рюкзак Поэтому Думаю Быстро справлюсь Хотя тут Идти чуть подольше Чем В прошлом случае Но Как говорится Ничего страшного Так что Погнали Так В принципе всё Я дошёл До этого дома Подъезд Четвёртый Это я вижу Там 255 Вот и всё Друзья Заказ Заказ доставлен Он был Очень маленький Сейчас идём Доставлять Второй заказ Который у нас Опять же Крайний Кадр ужасный Свет здесь Моргает Не очень Конечно Но что поделать Потом вернусь Так Всё Заказ доставил Как я уже сказал В лифте Там просто Женщина вошла Решил Не смущать её Своей съёмкой Идём доставлять Второй заказ В принципе всё Так Домовки решили Сейчас я буду думать Ехать дальше Заказы Выполнять Или же Идти уже К завершению Этого видео Кстати говоря На данный момент Я заработал В районе Тысячи рублей Уже За этот заказ Пришлась Оплата Самая такая Вкусная 200 с чем-то Рублей В общем Сейчас спущусь И продолжим Так Я уже У другого клиента Нимечка Конечно Хорошо получилось Но что поделать В общем Пойдёмте Так Друзья Я уже на улице Никаких Особо интересных Заказов Не нашёл Потому что В основном Сейчас они ближе К центру Люди хотят Получать свои доставки До 12 А к сожалению За С 10 до 12 Это сделать Проблематично Курьеры работают Курьеры-мародцы Какие-то Супер-мега Тяжёлые доставки Я возить Не хочу Потому что Я там видел Килограмм по 20 Нет А в центр Ехать Я тоже Не особо Горю желанием Потому что Центр я знаю Так себе Поэтому Будем Да Подводить итоги Начал я Где-то К 11 Ну именно Приехал В свой первый ПВЗ Закончил Получается К 13 40 Ну сейчас 13 39 Округлим За это время Мы заработали Тысячу рублей Также Здесь Будут Показаны Все Вот Расходы На Проезд Это То есть У нас Это вышло Три По-моему Автобуса И метро И Вот здесь Будет показана Итоговая сумма Наша Прибыль Как говорится Смотрите на эту Доставку Сами Решайте Сами Из условий Скажу Что они Принимают До 18 Лет Главное Оформить Самозанятость Это Нетрудно Посмотрим Еще Когда Придет Мне Вывод Этих Средств Потому что С выводом Я немножко Не разобрался В принципе Как-то так С вами был Игнат Влог Всем До скорых Встреч Всем Пока Продолжение следует